Всем привет! Один из самых разговорчивых актеров Игры Престолов Лиэн Каннингем недавно побывал в Таиланде с промо-визитом, во время которого актер успел дать довольно интересное интервью местным журналистам. В нем Каннингем рассказал о сексе и насилии в Игре Престолов, о его отношении к Давосу, о внутренних переживаниях этого персонажа и что интересно о трех лучших кандидатурах на роль короля Вестероса для 7-8 сезона сериала. И перед тем как начать, хочу порекомендовать вам сайт YouTube Print. Здесь у ребят огромное количество просто моря прикольной молодежной одежды с какими угодно принтами. Ну и конечно по теме Игры Престолов тоже есть что заказать. Тут вам и футболки, и толстовки, и чехлы для телефонов, подушки, все стильное и интересное, можно кстати заказать обратный звонок. В общем ссылка в описании, жмите и выбирайте что вам по душе. Ну а теперь непосредственно к видео. И давайте сразу начнем с самого главного, того что Лиэн Каннингем сказал по поводу будущего короля. На вопрос, кто же все-таки сядет на железный трон, Давос ответил, что хотел бы жить в мире, которым управляет Сэм Тарли, хотя и понимает, что это никогда не произойдет. Вообще Каннингем в некотором роде ассоциирует своего персонажа с Сэмом, говоря, что эти двое как бы совесть всего сериала и голос зрителей в нем. Еще по словам актера, Тирион смог бы стать неплохим королем, правда с ремаркой, что этот парень все-таки слишком много пьет. Ну и конечно Лиэм Каннингем не мог не упомянуть о своем сериальном покровителе Джонни Сноу. Он был бы хорошим правителем, хотя и никогда не жаждал власти. Королем его сделали совсем другие люди. А закончил актер свои рассуждения тем, что в таком сериале, как Игра престолов, никогда не знаешь, кто в конечном итоге станет правителем. Это может быть кто угодно или вообще никто. Последняя ремарка, как я понимаю, намекает либо на возможность победы иных воцарения полнейшего хаоса, либо распада семи королевств или некого их реформирования. И при всей расплывчатости формулировки обсоветовал довольно серьезно отнестись именно к тому, что говорит Лиэм Каннингем, так как это один из немногих, кто может выдать зрителям реальную, отвечающую действительности информацию, хоть и закамуфлированную под слоем якобы догадок и предположений. Что же касается других тем, то, по словам актеров, в последних сезонах количество секса и насилия как минимум не уменьшится. Каннингем выступает не против даже самых жестоких и трагических поворотов сюжета, говоря, что насилие и секс – это очень важная часть сериала. Не показывать все это значит относиться к зрителям так, как будто они глупее, чем есть на самом деле, и шоураннеры никогда на это не пойдут. Так что всем любителям реализма на экране, жестокости и постельных сцен опасаться нечего. Седьмой и восьмой сезоны в этом плане уж точно не разочаруют. Ну а напоследок Каннингем пообещал, что его актер останется прежним. Какие бы испытания и невзгоды его не настигли, Давос был и остается человеком чести, именно таким, каким его полюбили миллионы поклонников по всему миру. Что касается нового сезона, то он обещает быть еще более ярким и зрелищным, кровавым и при этом завораживающим. В общем, таким, как мы и ожидаем. Ну что ж, на этом у меня, пожалуй, на сегодня все. В комментариях пишите ваше мнение насчет всего услышанного. Все, кого заинтересовала одежда с прикольными принтами, жмите на ссылку в описании. Спасибо вам за просмотр, подписывайтесь на наш канал и всем пока!